Я хотел бы почитать место Священного Писания и с вами порассуждать. Это второе послание апостола Павла к Тимофею, 4 глава, 7 стих. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. И 8 стих. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онны. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Вот мы почитали место Священного Писания. Хорошо знакомое нам место, мы все это место знаем, помним. Апостол Павел и Тимофей. Писание говорит, что апостол Павел и Тимофей очень были близкими. Павел любил Тимофея, юного служителя. Павел много вкладывал в этого служителя, много говорил ему. Апостол Павел желал, чтобы Тимофей, все, что он видел в Павле, и это передавалось. Он брал его с собой, он ходил с ним. И он ему много чего рассказывал. Рассказывал о том, как нужно правильно жить, как нужно правильно поступать. Апостол Павел передавал тот опыт, который в нем был. И Павел хотел видеть в нем того, который пойдет потом, после него. И вот мы с вами замечаем, что, когда читаем Писание, мы замечаем, что между Павлом и Тимофеем были очень дружественные отношения. Между ними была любовь. Эта любовь, она соседжилась на близком отношении друг с другом. И, конечно же, эту любовь между ними сделал Господь. И вот эта привязанность к служению, привязанность к тому, что Павел хотел, чтобы Тимофей нес это служение, он видел в нем, вот это, знаете, стремление. Видел в нем, что Тимофей выполнял то поручение, которое Павел от него хотел. Но вот здесь, конечно, мы с вами замечаем, что вот эти наставления и призывы, которые делал Павел, он хотел, чтобы в Тимофее была и стойкость. Он хотел, чтобы Тимофей проявлял в своем служении правильные действия. Он хотел, чтобы Тимофей правильно относился к тому, что Павел от него хотел. Но я бы хотел заметить, что вот это место Священное Писание, оно говорит нам, знаете, когда мы смотрим на это место, оно как бы нас немножко наводит на очень интересные мысли. Но прежде всего, когда мы читаем первое послание апостола Павла, мы там замечаем, что оно было немножко по-другому адресовано. Апостол Павел другие там давал моменты, другие наставления. Но вот здесь, знаете, во втором послании, оно считается самым последним посланием апостола Павла. И Павел, находясь уже в Риме, второй раз, первый раз, когда он находился в тюрьме в Риме, он был освобожден. Но вот этот раз, второй раз, когда Павел уже находился здесь в заключении, он знал, что все время его подошло к концу. И вы знаете, когда мы читаем вот такие места Писания, они как бы заставляют нас задуматься. Во-первых, задуматься о чем? Но прежде всего, мы здесь замечаем, что Павел говорит, что он совершил определенный подвиг. Какой же подвиг апостол Павел совершил? Ну, можно сказать, ну, какой подвиг он совершил? Был под грехом. Да, он нес служение. Он нес служение. И если мы посмотрим на историю жизни апостола Павла, мы можем заметить, что Павел на протяжении своей жизни, он и шел и благовестом. Он шел и нес благую весть. Он проповедовал. Ему это было иногда очень сложно. Ему было это трудно. Он попадал, попадались ему навстречу разные испытания, разные трудности. Он встречался с противниками, которые были недовольны. Он встречался с теми, которые ему угрожали смертью. Он встречался с единомышленниками, теми, которых он очень любил, и иудеев, которые, казалось бы, они должны были бы знать, кем он был до этого. Что он был ревнителем, что он правильно поступал, как казалось. Но вот они его не поняли. Они не поняли его жизнь. Они не поняли, что с ним произошло. Когда, знаете, когда происходит в человеке поворот, когда человек встречается с Богом, и когда человек был до этого одним, а потом становится другим, вот, то совсем другое происходит. Одному человеку сказали, ты был наш, а теперь ты не наш. Ты был нашим другом, а теперь ты наш не друг. Потому что мы тебя воспринимали, ты с нами все делал, ты с нами жил, ты поступал с нами. Мы с тобой могли делать все, что хотели, вот, веселились там и так далее. А теперь мы этого не можем делать. Теперь ты наш не друг. Что же произошло? Ну что же происходит, когда ты сегодня был другом, а зато тебе твои же друзья говорят, ты сегодня уже не друг. Ну, Павел, мы обращаем внимание, он говорит еще в одном такой важной детали. Он подчеркивает, знаете, одну идею очень важную, что он последовал за Господом. Когда человек следует за Господом, он избирает нечто другое. Он избирает более другое. Он избирает более ценное. Избирает более, знаете, то, что самое дорогое становится для него. Когда человек приходит ко Христу, и когда он встречается с Господом, становится все по-другому. В жизни апостола Павла эта встреча произошла. И когда эта встреча произошла с ним, мы слышали, что Христос, когда исцелял там, да, плюнул, да, вот, и потом произошло чудо. То в жизни апостола Павла там другое произошло. Он стал слепой, когда он встретился с Господом. Для него нужна была эта встреча. Для него нужно было, чтобы он встретился с Богом, чтобы он переоценил то, что он делал. Если до того, как человек не встретился с Богом, он живет и поступает так, как считает нужным. Он считает вот так. Но когда человек встречается с Богом, когда Бог открывает ему глаза, совсем на те вещи, которые он делал вчера, они становятся постыдными. И вот тогда, когда происходит эта встреча, то человек, то, что он делал вчера, и оно ему радовало, и казалось, что это правильно, то сегодня, когда он встречается со Христом, Бог, когда входит в его сердце, происходит совсем другое. Он открывает ему глаза, и происходит совсем другое. Происходит то чудо, и Павел это выражал в своих посланиях. Он говорил об этом прямо, он не скрывал об этом. И он не боялся благовестовать. Он не боялся говорить, он не боялся идти и доносить слово. Если до этого он так не делал, то после того, как он встретился с Господом, он начал это делать. Почему? Да потому, что произошла переоценка ценностей. И вот здесь мы видим, и он понимал еще одну такую деталь, апостол Павел понимал деталь, что Тимофею предстоит встречаться с большими проблемами. Он понимал, что Тимофею предстоит преодолевать те трудности, которые будут на его пути, с теми трудностями, которыми сталкивался Павел. Он должен быть бдительным во всем, он должен переносить те страдания. И в посланиях апостол Павел об этом говорит. Во второй главе он говорит, итак, укрепляйся, сын мой, благодатью Иисусом Христом. Укрепляйся, ты должен возрастать, ты должен укрепляться, ты должен находиться со Христом. Еще апостол Павел говорит, он напоминает Тимофею, что вера, которая была в твоих родителях, у бабушки, в маме, она и в тебе должна это присутствовать вера. И он, знаете, заостряет это внимание, он как бы подводит Тимофея к тому, он как бы поднимает его вот эту оценку, чтобы он удерживался, чтобы он хранил себя, чтобы он уповал на Господа. Знаете, апостол Павел не так часто это говорил. Однажды апостол Павел говорил это, когда он, мы читаем 20 главу Деяния апостола, когда он встретился с просветерами, и там мы тоже читаем, мы читаем 20 главу, 25 стих. Он говорит так, и ныне, вот я знаю, что уже не увижу лица вашего. Апостол Павел прощается. Апостол Павел расстается, но он заостряет их внимание, чтобы они укреплялись в Господе. И здесь он тоже говорит об этом, и так говорит, внимайте себе и всему стаду. Он опять-таки, так же самое, как он говорил ученикам, так же самое он это доносит и Тимофею. Он хочет, чтобы Тимофей был верным. Мы читаем одно и такое место, Священное Писание, это Псалом 45, мы читаем 2 стих. Бог нам сила и прибежище, скорый помощник беда. Бог нам сила. Мы с вами видим, что Бог нам прибежище, сила, который помощник беда. Апостол Павел понимал это. Вы знаете, мы бывает сталкиваемся с такими явлениями, когда люди могут доверять Господу, когда люди верят, но эта вера, она может быть неживая вера. Когда эта вера может быть, знаете, она такая зибкая, эта вера. Когда эта вера может соседчиться не на правильных основах. И тогда, знаете, Бог на это реагирует. Бог реагирует совсем по-другому. Вы помните, когда мы читаем про Захарию, то написано, что Захарий был благочестивый человек, с женой своей. Вот они были праведные люди. Вы знаете, он заходил в освятилище, нес там служение, да? Пребывал в этом служении. А потом написано, что ангел явился и говорит, что услышана молитва твоя. Он молился, они уже, будучи, были старыми, в преклонном возрасте. А потом Господь сказал, что у вас появится ребенок. Вы будете иметь утешение, вы будете иметь радость. И что же произошло в их сердце? Он не поверил, будешь говорить. И, смотрите, как Бог относится к этому, как Бог реагирует. Можно по-разному относиться. Можно вот так жить, казалось бы, праведной жизнью. Можно, вроде бы, ты правильно поступаешь, ты благочестивый человек, но ты засомневался, ты можешь не поверить словам Господа. Помните, когда Христос сказал, да не смущается сердце ваше? Что, вы думаете, это напрасные слова? Почему Христу нужно было говорить апостолам, чтобы они не смущались? Потому что часто иногда люди смущаются. Иногда часто говорят, что, ну неужели так может произойти? Неужели то, что там написано, может так и быть? Иногда люди впадают в такие вещи, когда они говорят, ну неужели это может быть? Неужели это так может произойти? И вот так оно и происходит. Иногда люди удивляются, а Бог очень просто говорит, ты поверь. Ты обратись ко мне и ты увидишь, как Бог благ. Иногда люди говорят, ну не может этого быть. Не может это произойти. А Господь говорит, вы укусите и увидите, как благостно. Вы придите ко мне, говорит Христос, все труждающиеся, обремененные, и вы найдете мир и покой. Господь призывает человека. Господь хочет, чтобы он пришел, чтобы он обратился. А человек иногда, вот как бы, начинает сомневаться. Может ли такое быть? Люди, казалось бы, праведные люди, благочестивые люди. Но вот в сердце подкралось такое сомнение. Неужели я, будучи стар, буду иметь дитя? Неужели такое может произойти? И он говорит, за то, что ты не поверил. Бог говорит, за то, что ты не поверил. Смотрите, можно так, вот в жизни и получается, что можешь не поверить. Можешь читать, можешь слышать, и можешь сомневаться. Может так произойти, что ты разочаруешься. И все тогда будет напрасно. Апостол Павел понимал это. Апостол Павел знал, что ему осталось очень маленькое время. Он знал, что он уже все сделал. И вот здесь он говорит, этому Тимофею говорит, что ты должен укрепляться в Господу. И он говорит ему, что помни Господа Иисуса от силы Недавидова. Помни того. Он говорит ему, чтобы он возрастал. Что он не должен останавливаться. Что он не должен, знаете, прийти к такому, что все достаточно. Я уже все знаю, но он хочет напомнить ему, чтобы он и шел дальше. Апостол Павел, этого будущего служителя, которому предстоит быть служителем в Ефесе. И скорее всего, что он уже там находился. В Ефесе он нес это служение, но он тем не менее, он хочет его ободрить. Он хочет его укрепить. Он хочет, чтобы он помнил. Помнил за Павла. Как сколько много он страдал. Как много он переносил. Как много ему предстояло борьбы. И он об этом прямо говорил, что сколько раз ему было тяжело. Сколько раз он, и я читал одних людей, автора, который считал, сколько же времени Павел находился на свободе и в узах. То он посчитал, что в узах Павел больше времени находился, чем на свободе. Но тем не менее, Павел не унывал. Павел не унывал. Павел в посланиях своих, он всегда писал, вы помните, он говорил, чтобы люди радовались. Чтобы они утешались за Господом. Чтобы они следовали за Господом. И даже Павел говорит в своем послании, посмотри, говорит, на то, что я сделал. И научись тому, что ты видел во мне. И следуй так, что я тебе передавал. И здесь тоже Павел говорит, что подвигом добрым я подвязался, течение совершил. А теперь что? Готовится мне венец правды. Который что? Приготовил Господь. И говорит Павел не только мне, но и тем, которые что? Тем, которые последуют, тем, которые пойдут, тем, которые останутся верными Господу. Пусть Господь благословит нас, чтобы вот эти слова, они нас утешали. Чтобы мы посмотрели на тех, которые прошли переди нас. Вы помните послание к евреям? Автор говорит в 11 главе, сколько там героев веры пересчисляет. Но если бы была еще возможность, как там автор говорит, что не достает мне времени, то там бы, я думаю, что список был бы на кого больше. Сколько там еще героев веры, которые оставались все твердые и непоколебимые. Ну, слава Господу, Господь сегодняшний день нам тоже говорит, чтобы мы уповали на Господа. Чтобы мы свою веру сохранили до конца. Пусть Господь, Господь, поможет и благословит ко мне.